Итак, всем привет! Как видите, я сегодня без маски. Да, не знаю, весь день что-то насморк, чихаю, поэтому чувствую себя примерно так же, как вот сейчас выгляжу. Да, поэтому пока вот так. Потом продолжим в обычном формате. Итак, сегодня мы пройдем еще одну, наилегчайшую комнату на Трайхакме. Но для начала, естественно, мы подписываемся на канал, ставим лайк, пишем хороший комментарий, не забываем там поставить колокольчик. Обязательно подписываемся на Яндекс.Дзен. Тут у меня тоже прохождение комнат на Трайхакме. Вот. Если есть какое-то желание поддержать автора, то на Бусти вы можете это сделать. Теперь поддержка автора 100 рублей. Представляете, со скидкой в 50%. Да, только сегодня, ну и завтра немножко. Так что не упустите свой шанс. Сегодня мы пройдем простую комнату. Она называется Кибер Хирос. Такое вот, так сказать, амбициозное название. Но комната очень простая. Кроме того, она из той же серии, что и предыдущая комната, которая называлась Дик Дак. Это даже комната от того же автора. Шерлок Холмс называл простые дела делом на одну трубку. Потому что пока выкуриваешь трубку, успеваешь раскрыть все дело. Я такие простые комнаты буду называть комнаты на одну трубку. Потому что у меня проблемы с фантазией. Вот. Ну что ж. Давайте пройдем. Здесь нам нужно всего лишь залогиниться. Да, то есть мы хотим вступить в какой-то элитный клуб кибергероев. Не знаю, кто это такие. Что это за клуб. Но походу что-то хайповое и интересное. Да, нам нужно всего лишь залогиниться. Это элементарная комната. Здесь, кстати, мы можем посмотреть Checkout Similar Content. Это Authentication Bypass. Давайте посмотрим. Две комнаты, в которых есть какие-то полезные для нас материалы. Давайте посмотрим. На эту комнату надо подписаться. На эту комнату тоже надо подписаться. Замечательно. Замечательно. Значит, никаких дополнительных материалов у нас не будет. Ну и ладно. Значит, мы не будем сканировать эту комнату. Потому что здесь нужно всего лишь залогиниться через веб-форму. А это всего лишь 80-й порт. Так, кибер-хирос-индекс. Опять же, я посмотрел исходный код этой страницы. Здесь ничего интересного на индексе нет. Да, здесь мы можем просто почитать какие-то сообщения. About us. Кто мы такие. Бла-бла-бла. Ничего интересного. Нам нужно идти сразу в логин. Да, здесь мы должны показать свои хакинг-скиллс, чтобы залогиниться. Ну что ж. Пробуем что-нибудь написать. Admin. Pass. Жмем логин. Всплывает вот такое окошечко. Incorrect password. Try again. На самом деле, через инспектор я тут посмотрел, что... Вот через инспект. Что по большому счету здесь ничего не происходит, когда ты нажимаешь логин. Никакие данные никуда не отправляются. То есть на вкладке network ничего нет. Да, то есть, ну, кое-что есть. Может быть, загрузится. Нет. Загрузится только при обновлении страницы. Но когда я пытаюсь залогиниться, ничего не происходит. Выдается просто вот это сообщение. Вот. Нам нужно просто более внимательно изучить исходный код. Вот именно логин HTML. Может быть там что-то интересное. View page source. Дайте посмотрим. Это элементарная комната. Поэтому мы просто прокручиваем, прокручиваем, прокручиваем. До тех пор, пока не найдем что-нибудь интересное. А что-нибудь интересное, это у нас вот этот кусочек. Как видите, это просто JavaScript, который как раз и занимается аутентификацией. И в случае, если мы что-то ввели неправильно, он нам выдает вот этот вот alert, incorrect password, try again. Да. То есть, как вот эта часть кода работает, мы видели на экране. Нам теперь нужно понять, как работает вот эта часть. Давайте скопируем этот текст. И просто его почитаем. Так. Ну, здесь у нас есть две переменных. Uname. Это переменная A. И B. Это пароль. Дальше здесь что-то происходит. Бла-бла-бла. И вот интересное условие. Да. Вот это интересное условие. Мы его дополнительно скопируем. Посмотрим. Да. То есть, если у нас значение A, то есть uname, значение равно hackerboy. А значение B это reverse string. Вот это вот. И дальше здесь что-то идет, что-то идет, что-то идет. Какой-то флаг мы видим. И в конце у нас выдается http open. Открывается какой-то ресурс методом get. И вот так вот он выглядит. В конце у нас тексты. То есть, какой-то текстовый файл просто выводится на экран, судя по всему. Так. Ну, что же мы узнали? Во-первых, это наш логин. Давайте его тоже запишем. А вот пароль – это инвертированная строка. Вот эта строка. Мы ее давайте инвертируем. Я это сделаю следующим образом. Эхо. Вот эта строка. И мы ее отправим через pipe в такую программу, как ref, которая занимается как раз инвертированием текста, например. О! Супер секрет собака раз, два, три, четыре, пять. Видите? Довольно все просто. Ну и самое главное, что здесь есть некий ресурс, который мы получаем. И выглядит он вот так. Давайте попробуем собрать. Собрать эту строку. Значит, это какой-то непонятный текст, который мы не сможем, наверное, подобрать с помощью там дербастера или еще чего-то. К нему прибавляется значение a, то есть логин. Плюс вот это вот значение. И через нижнее подчеркивание второе значение, то есть пароль. И в конце у нас это txt. Ну что ж, давайте попробуем. Перейдем сразу. Вместо логин html поставим вот это новое значение. И пожалуйста, поздравляем, ты это сделал. Ты прошел челлендж, и вот твой флаг. На самом деле мы можем, в принципе-то, и залогиниться. Тут как бы ничего такого нет. Давайте попробуем. Если мы вводим это как логин и пароль, то будет то же самое. Жмем логин. Ну и получаем то же самое сообщение. Ну вот, собственно, и все. Как видите, это довольно простая комната. Действительно, за пару минут она проходится. Ну, это новая комнатка, поэтому я решил уделить ей внимание. Может быть, это будет такая целая серия простых, коротеньких комнат. Потому что сидеть по нескольку часов, там разбираться, знаете ли, тоже не всегда интересно. Все, готово, готово. Всем удачи, всем пока.